К началу XIX века многие славянские народы не имели своей государственности. Большая их часть находилась под властью других государств – России, Германии, Австрии, Османской державы. В стремлении освободиться от иноземного гнета, славянские страны боролись за независимость и возможность сохранения своей национальной идентичности. Целью занятия, посвященного изучению исторического развития славянских стран в XIX – начале XX века, является определение особенностей борьбы славянских народов за национальное освобождение и ее результаты. Изучая содержание темы, мы характеризуем положение славянских народов в составе иноземных империй, определим роль великих держав в судьбе славянских народов, выясним важнейшие изменения, которые произошли в жизни южных и западных славян во второй половине XIX – начале XX века, рассмотрим результаты и последствия русско-турецких и балканских войн для славянских народов. Обратите внимание на условные обозначения, которые помогут вам определить, какую информацию необходимо запомнить, какие задания нужно выполнить в тетради. На протяжении многих столетий, вплоть до 1918 года, западные и южные славяне жили в пределах крупных государственных образований – германской, российской, австро-венгерской и османской империй. Обратим внимание, что поляки имели свою государственность, пока в конце XVIII века Речь Посполитая не утратила независимость в результате трех разделов. В особенно тяжелом положении под гнетом Османской империи находились южнославянские народы – болгары, сербы, хорваты, боснийцы. Как отмечал Жорж Клемансо, куда бы ни приходили турки-завоеватели, они повсюду несли разрушения. Они ни разу не оказались способны мирно развить то, что они завоевали оружием. Обратите внимание на исторический источник, который описывает положение болгар в составе Османской империи. В чем болгарский торговец в Одессе Николай Полоузов видит причины бедствий болгарского народа. В конце XVIII – первой половине XIX века в странах, населенных славянскими народами, возник панславизм – идеология, которая обосновывает необходимость политического объединения всех славян на основе этнической, культурной и языковой общности. Из всех великих держав только Российская империя выступала в качестве защитницы славянских православных народов на Балканах. Она использовала идеи панславизма в стремлении получить свободный выход к Черноморским проливам Босфор и Дарданеллы. У большинства славянских народов на Балканах возникали симпатии к России, но это не устраивало другие государства, которые имели влияние в регионе. С помощью дополнительных ресурсов выясните, кто являлся идеологами панславизма у западных, восточных и южных славян. Национализм являлся доминирующим течением политической мысли в славянских странах XIX века. В это время активизировалась деятельность ученых в области национальной истории, филологии и фольклора. Представители национально-просветительского движения называли будителями. Под влиянием их идей в конце XVIII – начале XIX века зародилось освободительное движение славянских народов. В 1848-49 годах произошла череда вооруженных национально-освободительных восстаний, получивших название «Весна народов». Вспыхнувшее восстание в Чехии с целью получения равноправия в рамках Австрийской империи было подавлено. Поставьте видео на паузу. Определите вклад деятелей национального возрождения в формирование этнического самосознания чешского народа. В 1848-49 годах освободительное движение охватило и южнославянские земли Австрийской империи – Хорватию, Словению и Воеводину. После революционных событий Австрийская империя значительно ослабла. В войне с Францией и Сардинским королевством она потеряла Ломбардию, в войне с Пруссией и Италией – Венецианскую область. Австрия вынуждена была отказаться от объединения германских государств под своим началом. В 1867 году австрийский император Франц Иосиф под давлением венгерских политиков и в связи с угрозой революции реорганизовал империю. Централизованное государство превратилось в двуединую монархию. Венгрия получила автономию, однако положение Чехии не изменилось. На политической карте мира появилась Австро-Венгрия, в которой ведущие позиции заняли австрийские немцы и венгры. И в Австрии, и в Венгрии проводилась политика национального угнетения и насильственной ассимиляции. Чехи, Словаки, Хорваты, Словенцы, Сербы, а также Румыны сопротивлялись германизации на австрийских землях и мадьяризации на венгерских. С помощью предложенной карты определите, какие земли вошли в состав Австро-Венгрии в конце XIX века. Подумайте, с какой целью в Австрии и Венгрии проводилась насильственная ассимиляция проживающих там народов. После разделов Речи Посполитой было образовано Царство Польское в составе Российской империи. В начале 1830-х годов и в 1863 году вспыхнули польские восстания, направленные против российской власти. После подавления восстания в 1864 году польская автономия была фактически упразднена. В 1867 году Царство Польское было переименовано в Привислинский край, где поляки составляли большинство. В Великом герцогстве Познанском с начала 1830-х годов прусские власти развернули активную политику германизации, в результате чего численность поляков в герцогстве сократилась. Поставьте видео на паузу. С помощью карты определите, какие польские земли вошли в состав России и Пруссии в первой половине XIX века. Проанализируйте схему государственного устройства Царства Польского. Из дополнительных ресурсов узнайте, какие права гарантировались Конституцией 1815 года. С ослаблением Османской империи усилилось стремление южнославянских народов к независимости. В борьбе за государственную самостоятельность для южных славян особое значение имели политика Российской империи на Балканах и ее войны с Османской империей. В конце XVIII века Черногория добилась фактической независимости от Османской империи. В 1804-1813 годах вспыхнуло первое сербское восстание против османского владычества, которое возглавил Кара Георгий. Поводом к восстанию в 1804 году стала резня князей – массовое убийство янычарами 70 видных сербов. Несмотря на финансовую и дипломатическую поддержку Сербии со стороны России, восстание потерпело поражение. Второе сербское восстание 1815-1817 годов возглавил воевода Милош Абренович. Турецкий султан вынужден был пойти на определенные уступки. Поражение Османской империи в русско-турецкой войне 1828-1829 годов принесло Сербии некоторую автономию. В особенно тяжелом положении оказалась Болгария, подвергшаяся повсеместной исламизации. В 1875 году в Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии вспыхнули национально-освободительные восстания. В Болгарии восстание было подавлено, но уже в апреле 1876 года болгары вновь восстали. На помощь им пришли Черногория и Сербия. Турки безжалостно расправлялись с бунтовщиками. За южных славян вступилась Россия. В 1877-1878 годах произошла очередная русско-турецкая война. Военные действия развернулись на Балканах и на Кавказе и были весьма успешными для России. Русские войска перешли Дунай. После длительной осады овладели Плевной, в результате чего была завоевана почти вся европейская часть Османской империи. В начале 1878 года русские войска двинулись на Стамбул. Однако столица империи не была взята из-за вмешательства европейских держав. Султан поспешно запросил мира. Начались русско-турецкие переговоры. По условиям Сан-Стефанского мирного договора 1878 года, Сербия, Черногория и Румыния должны были получить полную независимость, а их территории увеличится. Независимость получала также Босния и Герцеговина. Однако Великобритания, Австро-Венгерская и Германская империи потребовали пересмотра итогов войны. Россия была вынуждена уступить. По решению Берлинского конгресса 1878 года, результаты Сан-Стефанского договора были пересмотрены в ущерб Российской империи. Полную независимость получали Сербия, Черногория и Румыния. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. Также Новопазорский санджак на границе Сербии и Черногории с целью недопущения присоединения этих земель к независимой Сербии. На землях, населенных болгарами, создавались два государства. Часть Болгарии, которая формально зависела от Турции, и автономная провинция Восточная Румелия. Таким образом, освобожденные от Турок территории вернулись, по большей части, в состав Османской империи, пусть и в виде автономных провинций. Поставьте видео на паузу. С помощью карты на странице 65 учебного пособия проследите территориальные изменения согласно Берлинскому трактату. В 1908 году болгарское княжество объявило себя царством и провозгласило независимость от Османской империи. В 1912 году при содействии российской дипломатии был создан военно-политический блок – Балканский союз, объединивший Болгарию, Сербию, Черногорию и Грецию против Османской империи. Первая Балканская война 1912-1913 годов завершилась победой антитурецкой коалиции. По Лондонскому мирному договору 1913 года Османская империя лишилась всех своих владений в Европе, кроме Стамбула. Болгария получила практически всю Фракию и выход к Эгейскому морю. Вторая Балканская война 1913 года была спровоцирована Австро-Венгерской и Германской империями, которые стремились развалить Балканский союз. Бывшие союзники воевали за османские владения, в частности за Македонию. К военным действиям против Болгарии подключилась Турция. В результате Болгария потерпела поражение. Страны-победительницы разделили между собой территории, завоеванные Болгарией в Первой Балканской войне. Франция, Австро-Венгерская и Германские империи усилили свое влияние на Балканском полуострове, ослабив позиции России. При этом ни одно из крупных государств не было удовлетворено сложившимся положением. Таким образом, Балканы превратились в пороховую бочку Европы. Болгария выступала на стороне Германии, Сербия на стороне России и мешала австрийскому проникновению на Балканы. Не случайно поводом для Первой мировой войны стало убийство в Сараеве наследника австрийского престола Франца Фердинанда боснийским националистом. Опираясь на предложенную карту, определите, как изменились границы государств в результате Балканских войн. Поясните, что понимают под выражением «пороховая бочка Европы». Сохраняется ли специфичность Балкан как геополитического пространства в наше время? Подведем итоги. Западные и южные славяне в XIX – начале XX века жили в пределах крупных государственных образований – Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской империи. В особенно тяжелом положении под гнетом Османской империи находились южнославянские народы – болгары, сербы, хорваты, боснийцы. Российская империя выступала в качестве защитницы славянских православных народов на Балканах, вела войны с Османской империей. С ослаблением Османской империи усилилось стремление южнославянских народов к независимости. Балканские войны начала XX века обострили противоречия не только между балканскими странами, но и между великими державами. Мир оказался на пороге Первой мировой войны. Поставьте видео на паузу. Предлагаем вам закрепить полученные знания. Составьте ментальную карту о положении южнославянских народов во второй половине XIX – начале XX века. Проанализируйте содержание исторического документа на странице 67 учебного пособия. Ответьте на вопросы после документа. Составьте медиа-азбуку о политических деятелях славянских государств XIX – начало XX века, которые внесли большой вклад в национально-освободительную борьбу славянских народов. Домашнее задание. Изучите параграф 8 учебного пособия. Ответьте на вопросы после параграфа. Ответьте на вопросы после параграфа. Ответьте на вопросы после параграфа. Продолжение следует...